Известная не только в Бресте, но и за пределами нашего города кулинарная студия «Сахарини» распахнула свои двери по новому адресу – улица 2-я Заводская, 2. Долгое время руководитель школы Анастасия Колупанович работала в арендуемом помещении. Однако с расширением ресурсов и возможностей решила, что нужно переходить на свои квадраты. Помещение куплено, сегодня Анастасия активно курирует деятельность рабочих, которые завершают монтаж кухни и мест для учеников. Я уже влюбилась в свое помещение, потому что вначале, конечно, мне было сложно, немножко меньше здесь, как все расставить, тем более, что я очень привыкаю к месту, привыкаю к какой-то обстановке, и очень сложно было увидеть, как все здесь будет. Но теперь я вообще уже влюбилась, уже жду, не дождусь, буквально пару денечков я заеду. Да, найти помещение, соответствующее всем запросам, непросто. Сегодня одной из выгодных площадок для поиска недвижимости является сайт «Брест обл. имущество». Работники комитета не только занимаются обработкой информации об имеющихся помещениях, но и консультируют по актуальным вопросам реализации квадратов для открытия или развития своего дела. Торги проходят и в электронном формате. Хотя система электронных торгов существует уже с 2016 года, мы ею пользовались, но пользовались в таком плане, что подбирали более значимые, более интересные объекты для реализации на площадке Белорусской универсальной торговой биржи. Сегодня это самая большая площадка с сетью филиалов, что удобно для людей. Ну а учитывая складывающую эпидемиологическую ситуацию, конечно, мы задумались о том, как минимизировать риск участников торгов, поберечь их здоровье. Ну и считаем, что это тоже современные подходы, потому что электронная торговля развивается, это, в принципе, элемент электронной торговли. Кроме того, информацию о торгах руководства Бреста было имущество публикуют в печатных изданиях регионального и республиканского масштаба, а теперь еще и с применением QR-кодов. В течение нескольких секунд при помощи смартфона и не переходя по другим ссылкам, соискатель получает полноценный образ возможных площадок. Кроме того, скоро такие датчики информации появятся и на самих объектах. К этому моменту мы подошли достаточно взвешенно и подвигла к этому, возможно, даже вот та ситуация, которая сегодня сложилась у нас в санитарно-эпидемиологическое. Во-вторых, с апреля месяца изменилось законодательство по публикации извещений и вообще большой информации о проведении торгов по государственному имуществу. Теперь основным источником информации, подробной информации являются сайты государственного имущества по имуществу, так называемая площадка информирования о продаже объектов, предлагаемых в сдаче аренды и продажи, и сайты обл. исполкома. А короткая информация, абсолютно короткая, размещается в средствах массовой информации печатных. Эффективно и результативно с торгов Бреста обл. имущества приобретают новые квадратные метры и крупные бизнес-структуры. Вот уже несколько лет в здании бывшего архива располагается медицинский центр «Новое зрение». Докторам удалось не только вдохнуть в эту архитектурную ценность новую жизнь, но и наполнить ее просторы важным смыслом – дарить здоровье тем, кто в этом нуждается. Тельмологическая клиника «Новое зрение» город Брест расположилась в одном из красивейших зданий старого города на улице советских пограничников 34. Здание имеет богатую историю. В последние годы предшествующей реконструкции здесь находился архив. Далее здание было приобретено с торгов, и на его основе была построена современная офтальмологическая клиника. При разработке концепции и реставрации основной акцент был сделан на сохранении историко-культурной составляющей объекта, возраст которого чуть больше 100 лет. На территории площади порядка 1500 квадратных метров разместились просторные кабинеты операционной с инновационным оборудованием. Учитывая более чем 20-летний опыт в строительстве и проектировании клиник, нам удалось сохранить исторический колорит, не в ущерб максимальной функциональности каждого элемента лечебного процесса. За реальными идеями реальный результат, а потому предпринимателям, которые сейчас находятся в поиске зданий для будущей организации, представители комитета Брестобл-имущества рекомендуют рассмотреть имеющиеся варианты. Стоимость варьируется и начинается с одной базовой величины. Кроме того, в июне на электронной торге выставлены три объекта. Четыре планируются к продаже в первой декаде июля.